Совест, оружие против зла. Хвала Аллаху, Творцу Вселенной. Просим Аллаха даровать еще больше благословения и почета самому лучшему созданию, нашему пророку Мухаммаду, Мирьяму, Саламу Алимасаламу. А также приветствуем всех пророков и посланников от Адама до Мухаммада. Мирьям всем. Рабы Аллаха, будьте богобоязненны и покорными Творцами. Ислам призывает всех людей вести себя достойно и совершать только хорошие поступки, за которые никогда не будет стыдно. Аллах Всевышний послал пророка Мухаммада, Мирьяму, как пример всему человечеству. И даровали ему все превосходные качества, которыми только могут обладать люди. Он имел высокую культуру поведения, скромность, благонравие, вежливость, тактичность, доброту и милосердие. Он всегда поступал по совести, то есть был справедливым и не угнетал других людей. Аллах Всевышний похвалил пророка в священном Коране Сура Аль-Халам. Это означает, воистине, ты обладаешь величайшей нравственностью. Понятие нравственность выключает в себе много хороших качеств, в том числе стыд и совесть. Это есть религиозная культура. И это чувство возникает от высокой духовности и крепкой вверх. Когда мусульманин слышит голос совести, это влияет на его поведение и отражается на его жизни, как религиозной, так и общественной. Это качество прививает человеку любовь к богопоязненности и всему, что укрепляет веру, побуждает в совершении благодеяний, а также она отталкивает его от порочных поступков и грехов. Абу Курайра, да будет ему милус Аллаха, передал хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейху асаллам. Это означает, что иман имеет более 60 ветвей, наивысшая из которых это ла и ла и ла и ла и ла, то есть нет другого божества, кроме Аллаха. А самая низкая ветвь это удаление, препятствие здоровью. И совесть это тоже одна из ветвей имана. То есть совесть это один из путей проявления веры. В исламе совесть это прекрасные качества. И она вовсе не означает замкнуть ограниченность, закомплексованность, ущербность. И это не лень, бездействие и не отрешенность, не слабость и не проявление униженности. Поистине совесть это проявление силы веры у Аллаха, а также это правдивые слова честность по отношению к Аллаху и к людям. А также это благие дела в этом мире. Совесть это изучение и обучение, благое воспитание и этика. Это образ жизни. Совесть это сила и решительность в защите истины и отстаивания принципов справедливости. Совесть, как сказали ученые, это нравственное побуждение, которое удерживает человека от совершенных грехов. И поскольку совесть это качество высокой культуры, то все пророки в мире им были самыми совестными из людей. Дорогие мусульмане, обычай великих людей есть великий обычай. Качество великих людей, это великие качества. Качество пророков, это наилучшие, правосходные качества. Поэтому следуйте примеру нашего пророка и старайтесь научиться и принять его культуру и мораль. Его культуру и мораль. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалам, сказал Что означает одно из речений, которые сохранили люди от предыдущих пророков в мир им. Не делай то, за что тебе будет стыдно. Дословно в тексте этого хадиса сказано Делай, что хочешь, если тебе не стыдно. Это не означает разрешение совершать грехи. Означает осуждение того, кто не стыдится и делай то, что запрещено шариатам. А если этот хадис призывает быть стыдливым и поступать по совести, Чувство стыда препятствует совершению подлых поступков, грехов и нарушений. А так если плывет человек, не станет интересом наблюдать за тем, как грещат другие люди или с удовольствием рассказывает об этом. К сожалению, в наше время, в современном обществе, стыд, совесть, скромность, целемудри и другие добротели считаются признаком отсталости и мало кто призывает к этому. На самом деле скромность, стыдливость и застенчивость это прекрасные качества, самые великые из всех сознаний Аллаха, пророк Мухаммада. В мире ему, саллалу али-васалам, в полной мере обладали этими качествами. Абусаид Алхудри, да будет ему милость, Аллах первенал, что пророк Мухаммад, саллалу али-васалам, в мире ему, был более скромным и заслечивым, чем девушка, сидящая за занавеской в собственном доме. И если он видел что-либо неприятное, то мы сразу замечали это по его лицу. Сыдливость бывает двух видов. Пополная сыдливость – это сдерживающий барьер, преграда, которая пересекает величие нафса, удерживает от грехов, страстей. Ученые сказали, что в первую очередь человек должен стыдиться Аллаха, то есть удерживая себя от греха, зная, что Создатель видит все. А второй вид сыдливости – это ложная сыдливость, которая является отрицательным качеством. Ложная сыдливость – это, к примеру, не выполняет свои обязанности. Стесняясь люди или воздерживаться от того, чтобы призывать к добру или запретить зло. Дорогие мусульмане, совесть – это мощное оружие против зла. Кто не обладает этим качеством, то доступен всякому порогу, поэтому укрепляет в себе стыдливость, ведь она защищает вас от соболазнов и совершения того, о чем будете сожалеть в судный день. Будьте же благопоязанными, соблюдайте поведение Аллаха и не предуспайте запретные дела. Аминь.